Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет «Орел» и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты – все мое. Размечтался. Я вообще-то смотрела программу и я знаю, что может выпасть «Решка». А значит, премиальная карта Мастеркард моя и все ее возможности мне. Да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не «Решка», это орлица какая-то. Слушай, как рюкзак выгодно оттеняет твой сколиоз. И как удачно ты в образе расставила акцент на определенные части тела. Всем привет, это «Орел и Решка» и чудеса света. Ребята, по этой загадке вы поймете, на каких мы островах. Здесь есть сейшельский орех. Интрига бешеная, придется подумать. И пока вы обескуражены Ребусом Антона, я все-таки открою вам тайну. Мы на сейшельских островах. И это место, где проводили свои медовые месяцы. Принц Уильям и Кейт Миддлтон, Джордж Клуни, Пол Маккартни и еще кто-то. Мы в ноябре аж джейло. Только абэнафлику. Антон. Слушай, ну а кто из нас будет тут отдыхать по-королевски, мы узнаем прямо сейчас. Давай, Антон. Орел. Решка. Орел. Ой! Что это тут такое?! Это что распахнуло крылья тут такое?! Ну слушай, лучший фитнес-тренер бедность. Два дня без смузи, зато попробуешь сейшельского голубя на вкус. Антон, ты мухлюешь, когда ты подбрасываешь. Это уже просто невозможно! Я приросла к этому рюкзаку! Нет, это… Антон! Я тебя, конечно, поздравляю, но не очень. Сейшельские острова – это рай Божий на земле. Здесь километры белоснежных пляжей. Океан с водой цвета неба. И горы, укутанные в тропические леса. В этом раю так легко скрыться от мирских забот. Особенно, если ты миллионер. А есть ли в раю место простым смертным? Сейчас я узнаю. Чтобы познакомиться с сейшельскими островами, все туристы сначала прилетают на остров Майе. Бюджетные туристы на нем и остаются, а туристы с неограниченным бюджетом разлетаются на отдаленные райские острова. Как только миллионерские ножки ступают на Сейшелы, за ними тут же слетают с вереницей вертолетов. За каждые 10 минут полета богачи отстегивают по 700 долларов. Но для меня с безлимитной картой это не проблема. Этот остров я оставлю Анфисе на сдачу. Пусть Скай разбирается, а сам отправляюсь на остров Силуэт, где находится всего один отель, в котором я и поселюсь. Мальчишка, опять за мной увязался, бери шляпу. О, попчали. Сразу к океану. Сейшельские острова – это маленький архипелаг, который принимает максимум 350 тысяч туристов в год. На Сейшелах своя философия – меньше, да лучше. А точнее, побогаче. Такой турист, как я, со 100 долларами – на Сейшелах редкое исключение. Видали цены на такси? Единственный вариант добраться до города дешевле – это городской автобус, на котором ездят местные. Но этот уже уехал. Понятно, что власти Сейшел напрямую не могут запретить простым людям приезжать на свои острова. Ну, как бы мягко намекают. Например, если ты с чемоданом, в автобус тебя не пустят. Это тонкий намек на то, что нужно потратиться на такси или на трансфер до отеля. Хорошо, что я с рюкзаком, и есть шанс, что уеду в город на автобусе. Тщетно. Что-то автобуса долго нет, но может кто-то подкинет. Буду пробовать. Возьми меня, подбери. Нет? Ооо! Победа! Как у вас тут это? А, здесь? Победа. Опа. Я только приехала на Сейшело и уже еду в Кабрике. Это уровень. Вода здесь, конечно, нереального цвета. Цвета выкусима от дива. Вода настолько прозрачная, что я даже с нашей высоты вижу дно. Помимо классических райских атрибутов, лазурно-прозрачной воды и километровых белоснежных пляжей, на Сейшелах есть еще и зеленые горы, которые, кажется, выросли прямо из океана. Именно горы дополняют райскую картину и превращают Сейшелы в Рай Божий на земле. Удивительно, красиво. Но мало кто знает, где же этот рай находится. Разбираемся. Вот Африка. Вот Индийский океан. А вот и они. Крохотные 115 Сейшельских островов. Гранитные Сейшельские острова появились на нашей планете 600 миллионов лет назад. После дробления материка. И долгое время они были необитаемыми. До сих пор на многие Сейшельские острова ни разу не ступала нога человека. А те, на которые ступала, превратились в резервации для миллионеров и миллиардеров. В острова, отели. Где пожить неделю стоит 5, 10 и даже 15 тысяч долларов. И поверьте, это еще не предел. Прямо по курсу моя точка высадки. Остров Силуэт. А туристу со 100 долларами остается только одно – крутиться на острове Маэ. Лодки и вертолеты просто не по карману. Ну, такова судьба. Очень даже хорошо, что я не дождалась автобуса. Потому что тут не жарко, не душно, ветер дует, панорама открывается. Первое, что видит бюджетный турист – не райские пляжи и изумрудные горы, а столицу Сейшелл. Город Виктория. Так, ну это уже вот похоже на центр города. А значит мне нужно выходить. Excuse me! My friend! Виктория – это самый большой, самый красивый, самый развитый, самый молодёжный и вообще самый единственный город на Сейшеллах. Тут живет треть населения всей страны – 26 тысяч человек. Главное развлечение туристов в Виктории – это прогулка по центральному проспекту. Правда, она займет у вас три минуты, потому что длина главной улицы в столице Сейшелл всего 500 метров. По сути, городок Виктория скучноват и не заточен под туристов. Это такая буферная зона между аэропортом и райскими островами. Единственное, что здесь интересно – это местные жители. Вообще Сейшеллы – древнейшие острова. Но люди их облюбовали только 400 лет назад и первыми стали рьяные пираты, затем приехали французы, потом британцы, ну а потом арабы, индусы, африканцы. И что мы имеем по итогу? Мультикультурные Сейшеллы. Вот, например, тут кусок Британии. Потому что губернатор Сейшелл, побывав в Лондоне, крайне проникся и решил сделать аналог часов. Если вы думаете, что это Биг Бен, нет. Это точная копия лондонской башни с часами Литл Бен, только белая. Губернатор Сейшелл установил часы в честь королевы Виктории, когда Сейшеллы были еще британской колонией. А здесь были французы. И это самое историческое место на Сейшеллах. Это кладбище Бель-Эйр. Оно появилось после того, как на острове почти три века назад поселились французы. А тут телепорт в маму Индию. Буквально заворачиваешь залбу и вот он дзен. Шэнти ом. Намастэ. Да, индусов тоже занесло на остров Майя. Многие эмигрировали сюда как наемные слуги более века назад. Это их священное место – храм Арул-Миху-Навасаки-Винаехар. Ну, город довольно миленький. Я его весь уже обошла, посмотрела. И я все-таки на Сейшеллах. Поэтому мне пора на пляж. Вот он. Остров Силуэт. Один из самых элитных курортов на Сейшеллах. Попасть сюда – это недосягаемая мечта для обычных туристов. Это убежище для миллионеров, которые скрываются здесь от чужих глаз под пальмами и отдыхают на частных виллах. Смотри, смотри. Ждут. Ждут. Вы только посмотрите, как здесь встречают очередного мажора. Вау! Как вы знали, что я обожаю шляпы и странных предметов. Спасибо. Это, конечно, полный восторг. Меня действительно встречают все работники отеля. А зная количество жителей на острове, где-то 50% острова. Фантастика. Нерациональное использование бутылок. Кстати, вот это называется сображ, когда сносят башни бутылки. Спасибо большое. Давайте знакомиться с отелем. Антон, размер острова Силуэт по сейшельским меркам огромный. Как три тысячи футбольных полей. Чтобы миллионер долго не шел своими нежными ножками к своей лакшери вилле, его везут на электрокаре по территории национального парка, который занимает 90% острова. На острове-заповеднике один единственный отель – Хилтон Ла Брис Резорт и Спа. Под стать самым требовательным богачам. Чтобы сделать ваш отдых райским, в нашем отеле работают 170 человек обслуживающего персонала. Получается, это где-то по три помощника на каждого богача. Каждый день все пляжи на острове чистят от водорослей и ракушек для вашего удобства. Это пляж Paradise. Если хотите, можете прогуляться. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я бы даже не называл это выходом к пляжу. Я бы назвал это выходом к своему укромному райскому местечку. В самом городе Виктория райских пляжей нет. Все они разбросаны по острову. На автобусах не наездишься, а аренда самого дешевого авто на Сейшелах – 50 долларов в сутки. Одна надежда на старый добрый мопед, но сначала его нужно найти. Конечно же, не миллионерское это дело гонять на скутерах, поэтому точек проката с мопедами на Сейшелах нет. Но после часа поисков по интернете я таки нашла на форуме объявления местного паренька Джамбо, который сдает свой мопед. Мы договорились встретиться с ним через час на улице Эн Коаст. Ребят, ситуация такова, я жду скутер, точнее чувака со скутером. Надеюсь, что это не афера и все свершится, потому что я хочу на лучшие пляжи, они далеко. Мне нужен транспорт. О, это, наверное, все руки мой. Джамбо дает покататься на своем скутере за пятьсот пятьдесят сейшельских рупий. Это чуть больше тридцати шести долларов. Ну ладно, компромисс, хорошо. Мне сделали скидон на сто. Не туда. Даже шляпу снимать не пришлось. Ну, короче, не знаю, ребят, надо пробовать. Лучшие сейшельские пляжи ждут меня! Если посмотреть на остров Силуэт сверху, никогда не скажешь, что здесь есть хоть какая-то цивилизация. Тем более роскошный отель. Вы их не видите, но там за густыми зарослями спрятаны 111 вилл моего отеля, каждый из которых стоит 1800 долларов в сутки. Территория отеля, конечно, впечатляюще огромная. Ну, всего 17 дней пути и я на своей вилле. Так, за 1800 долларов у миллионера гостиная, совмещенная со спальней. Ну сразу идти в комнату как-то попсово. О, не прогадал. Тепленькую водичку в ванну набирают перед самым приходом миллионера, чтобы он мог погрузиться в пенно-цветочное блаженство. Извините, но я не могу игнорировать купель Афродиты. Посмотри, пока заменяй весь номер, чтобы детали не упустить. Ток, у тебя тут царская колыбель. Прикинь еще и с именем твоим. Не знаю как тебя, меня эти моменты с именем всегда умиляют. Хотя тебе, наверное, обидно, там же не твоё. Тут тебе сладких ништяков подсуетили. Игорь, не трогай манго. Бро, у тебя басик под окном. Игорь, ну какой бассейн он есть в любом отеле? У тебя напротив океан. В натуре целый океан. Дай тоже водичку попробовать. Темпенько. Чтобы пожить на такой вилле сутки, обычная украинская семья должна потратить свой месячный бюджет. Но если честно, бассейн скромноват, террасы маловато, а песочек усыпан опавшими листьями. Стоит ли это тысяча восьмисот долларов или лучше за эти же деньги рвануть в Египет на недельку, решать вам. А мы с безлимитной картой деньги не считаем. Игорь, а вернись туда, к столу. Что это? Слушайте, если я не ошибаюсь, это герб. Явно Сейшел. Герб Сейшельских островов – один из самых красивых в мире. От него будто веют романтикой и приключениями. Здесь и пальма с кокосами, и черепаха, и океан с парусником, и рыба, и птица красноклёв и фаэтон. Все лучшее, что есть на Сейшелах, есть на гербе. Есть идея. А если за уикенд увидеть все, что изображено на этом гербе? Кажется, в моей жизни появилась цель. На Сейшелах дорого? Не хочу даже думать об этом. Хочу просто беззаботно платить. Да-да, именно вот так быстро и удобно расплачиваться своей премиальной картой Мастеркард и просто получать удовольствие. Ну хорошо же. Первая точка всех туристов на острове Маэ – это городской пляж Бо Валон. Он находится в пяти километрах от столицы. Бо Валон – это самый длинный пляж на острове. Два километра белоснежного песка с лазурным океаном без высоких волн. Пейзаж клевый, но если посмотреть вот пониже, чем облака и зелень… На пляже Бо Валон купается и загорает все население острова. Немножечко не так я себе представляла рай на земле. Не хватает уединенности. Теперь понятно, почему некоторые готовы расстаться с тысячами долларов за приватные пляжи. В общем, да, вид невероятный, очень красиво. Но вот эти вот многочисленные круги надувные, люди, туристы… Это совсем не то, что я хотела от Сейшел. Поэтому еду дальше. Даже когда ты на Сейшелах со ста долларами, все равно хочется найти свой личный кусочек рая. Если проехать 30 километров от пляжа Бо Валон на север, можно добраться на самый удивительный пляж на Сейшелах – Рокпул. Путь к пляжу идет по узкой тропинке сквозь тропические заросли. Очень красивый трекинг. У меня такое ощущение, что я попала в какой-то фильм «Аватар». Рокпул – это даже не пляж. Это гигантская каменная глыба. А в ней – вот такой природный бассейн. Который заполняют волны океана. Очень страшно ходить по отполированной водой скале. Если подскользнешься, разобьешь себе голову и никто даже не придет на помощь. Ого! Люди, если они не ведущие Орла и Решки, не прыгают, а загорают. Но я ведущая Орла и Решки, а значит должна сигануть. Купаться еще страшнее, чем прыгать. Если вода вдруг начнет выливаться из бассейна, то тебя унесет в океан. Порисковала и хватит. Пойду лучше сделаю, как и все тут, тысячи фоточек для инстаграм. Рок-пул – классный инстаграммный пляж, но все же не райский. Если проехаться еще каких-то 5 минут, попадаешь на действительно райский пляж. Анс-Интенденс. Все! Все, остаюсь! Это моя третья локация за день. И то ли меня утомила жара, то ли это действительно очень классный пляж. Но вот сейчас по итогу я уже понимаю, что можно было на остальные и не ездить, а приехать прямо сюда и здесь зачилить. Собственно, буду это сейчас делать. Все. Все. Адьо. И именно на пляже Анс-Интенденс понимаешь, в чем чудо Сейшельских островов. Это уникальное сочетание океана, растительности, воздуха и песка. Песочек в тропическом раю не желтый, как у нас, а белоснежного цвета. И поэтому он хорошо отражает солнечные лучи и не накаляется даже в самую жару. А еще он очень мелкий, мягкий и совсем не царапает нежные женские пяточки. После трудного, впечатлительного и насыщенного дня это лучшее, что могло случиться. Так, с чего начнем? Ну, небо, океан есть, понятно, шлем. Шлем есть, хуаля, мое почтение. Следующее. Рыбы, яхта. Проще простого. Рыба-парусник – одна из самых быстрых в мире. Она может разгоняться до 110 км в час. Ее поместили на герб Сейшел, потому что она водится в местных водах. Чтобы посмотреть на рыбу-парусник, я заказал себе тур на яхте с дайвингом. В Египте такой тур стоил бы около 50 долларов, а в заповеднике миллионеров на Сейшелах – 260 долларов. Дайвить на Сейшельских островах – одно удовольствие. Вода теплая, не мутная. Видимость более 30 метров. Мне посчастливилось поплавать со стаи фузелеров, рассмотреть рыбу-попугая… И увидеть вблизи осьминога. Который даже протянул нам свои щупальца, чтобы поздороваться. Со мной осьминог не поздоровался, но эту встречу я запомню навсегда. Это был такой восторг, что я даже не расстроился, что так и не увидел рыбу-парусник. Круто! У них такое невероятное разнообразное подводное меню. Я видел кучу разноцветных рыб всех цветов и размеров, но вот его так и не увидел. Обидно, как будто бы пришел на день рождения, а именинник так и не появился перед гостями. Ничего, бог ему судье, упустил возможность сняться в популярном тревел-шоу, но было круто. Несмотря на фиаско с рыбой-парусником, дух приключений во мне не умер. По плану увидеть еще одну гордость Сейшел – гигантскую сейшельскую черепаху. Их можно найти на заповедной части острова Силуэт. Пляж Гранд Барб. Говорят, что именно здесь должны быть черепахи. Но я их пока не вижу. Я для кого всю эту концепцию минуту придумывал? Игорех, а слетай дроном, посмотри, может ты найдешь? Сколько бы денег миллионер не заплатил, высадиться на заповедной части острова во время прилива ему не разрешат. Попробуем рассмотреть их издалека? Да ладно, ни одной? Это очень странно, учитывая, что человек на Сейшельских островах 98 тысяч, а черепах 150 тысяч, почти в два раза больше. Это что, живые черепахи? В пяти минутах ходьбы от пляжа Анс Интенденс я набрела на вольер с гигантскими черепахами. Они просто такие серые, сидят в земле. Я вообще их не заметила. Это целых два загона с живыми черепахами. Они не кусаются, интересно? О, среагировала. Вообще вот эти огромные черепахи считаются визитной карточкой Сейшел. А поскольку у меня вообще не безлимитка, я даже не ожидала, что я их встречу. А тут фор фри. Оказывается, этих черепах в вольер загнали владельцы отеля неподалеку. И водят сюда своих гостей. Но прийти посмотреть на гигантских черепах может абсолютно каждый. И главное – за бесплатно. Воняет тут, конечно, как будто бы здесь живут охи, свиньи и коровы. Мунхи летают. Их сколько вообще, все разные. Каждая со своим характером. Это спит, это что-то вздыхает. Это вообще отшельник. Сейшельские черепахи – одни из самых больших в мире. Их вес достигает 250 килограмм. Кроме этого они долгожители. В среднем живут 120 лет. 300 лет назад гигантских черепах осталось единицы. Их почти полностью истребили пираты. Сейчас же они под защитой правительства Сейшел. Я никогда так не была близка к черепахам. Моя гусенька. Ты такая клевая. На ощупь это такая замша, которая попала под дождь. Бывали у вас замшевые куртки, которые уже сдохли? Вот это примерно похоже на шею черепахи. А панцирь вот такой, как будто бы дерево, перемешанное с камнем. Очень красивый. В раю для миллионеров продают даже закаты. Платишь 475 долларов и плывешь любоваться, как солнце скрывается за горизонт. На Сейшелах 115 островов. Я встретил закат рядом лишь с одним из них. У меня еще 114 прекрасных попыток. МОЛЬЧИК МОЛОДИСМЕНТЫ МОЛДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Найти дешевое жилье на Сейшелах – это сложная задача, а туристу, у которого всего 100 долларов на весь уикенд – это вообще нереально. Смотрите. Хостелов на Сейшелах нет. Ни одного. Минимальная стоимость номера в гестхаусе – 81 доллар. Дешевле не найдете. В палатке ночевать власти не разрешают. Штраф – 78 долларов. На Сейшелах крайне дорого. Особенно жилье. Но я вроде как выкрутилась. Потому что нашла девушка по имени Наташа на каучсерфинге и вроде бы как она любезно согласилась меня принять. Привет. Я Анфиса. Очень приятно. Здрасте. Вы Наташа, да? Давайте знакомиться. Меня Анфиса зовут. Наташа. Очень приятно. Во-первых, спасибо вам большое, что вы меня согласились приютить. Я надеюсь, что я вам как-то не помешаю. Может быть даже станет лучше. Ну там, моя аура, все дела. Здорово. Из разговора я узнала, что Наташа живет на Сейшелах 4 года. И вместе с мужем Питером они арендуют дом на берегу океана. Завтра утром ты проснешься и увидишь какие у нас прекрасные виды с балкона. У нас живут здесь летучие лисицы, которые сейчас создают вот эти вот звуки, вот эти огромные. Они живут у нас прямо перед домом. Каждое утро и каждый вечер тоже ночные животные, правильно? Они кушают хлебный фрукт здесь. Живут на дереве с хлебным фруктом. Это вот он? Да, этот вот фрукт. Хлебный фрукт – это любимое лакомство не только летучих лисиц, но и самих сейшельцев. Правда, местные фрукт используют не как фрукт, а как овощ. И сейчас Наталья покажет, как его готовят. Хлебный фрукт для сейшельцев, как для нас картошка. Его жарят, варят или вот так запекают на гриле. Через час можно к столу. Антон, я не знаю, как ты там, у меня все хорошо. Анфис, да и мне жаловаться не на что. Вот пришел на миллионерский ужин. Шеф, удивитель. Для богача ужин накрывают прямо на берегу океана. И здесь же, на твоих глазах шеф-повар готовит фирменное миллионерское блюдо. Салат миллионера. Судя по названию, я думал, что мне аккуратненько порубят купюры и сверху покрошат список форбс, но нет. Тут все еще уникальнее. Тунец и сердце пальмы. Салат миллионера – это микс из местного деликатеса так называемого сердца пальмы, овощей и зелень. К салату подают филе тунца прожарки медиум-рейр. Тунец достаточно классический, естественно вкусный. Тунец в таком полусыром виде напоминает нежнейшую элитную телятину блэк ангус. Интересно, что же напоминает сердце пальмы? На вкус вот это блюдо как будто бы у него мать огурец, а папа кокос. И вот они вместе познакомились на какой-то растительной вечеринке, влюбились друг в друга. И получилось вот это. Это очень вкусно. Чтобы добыть деликатес сердца пальмы, нужно взять семилетнюю кокосовую пальму, срезать ее верхушку, распотрошить и извлечь съедобную середину. Если вы очень любите мрепродукты, приезжайте сюда, чтобы отведать тунца. Если вы кардиолог, приезжайте сюда, чтобы попробовать сердце пальмы. А если у вас на счету есть пара миллионов, просто приезжайте сюда и заодно попробуйте салат миллионера. Через час хлебный фрукт практически превратился в уголек. Вуаля! И хлебный фрукт стал сплющенный подгоревшей картошкой в мундире. Ну что, пробуем? А как его есть? Руками вообще или? Ну, вообще руками. Как пойдет, да? Да. А, и маслечко еще, да, набаляется? И соль. Ну поехали. Вкусно. Очень вкусно. Это что-то между картошкой и хлебом. Мне очень нравится. Спасибо вам большое. Да ладно, я устал удивляться. Файер-шоу – это приятный бонус, который включен в ужин миллионера за 440 долларов. Ну все сошлось. Огонь, вода, небо, земля. Четыре стихии провожают этот день. Не зря говорят, что Сейшельские острова – это рай. Я тут всего один день. Я хочу здесь остаться. Еще к таким клевым людям попала. Может правда остаться? Я в кайфе. Спокойной ночи. Все мы когда-то вышли из воды, чтобы потом платить большие деньги, чтобы снова в нее вернуться. А? Утренняя философия. Доброе утро. Ну ладно уж, что разбудили. Доброе утро, мир. Пойду купаться. Наталья и Питер разрешили мне чувствовать себя как дома. Долго меня уговаривать не надо. Сколько нужно для счастья? Думаете сто долларов? Сейчас точнее скажу, у меня все записано и схвачено. Ну вот столько. Это я на Е-каталоге насохраняла свои хотелки и виш-лист. И теперь точно знаю, где покупать и сколько мне на это нужно. Удобно, ведь списком можно еще делиться с друзьями. Ну или наоборот, скрыть от всех и самому быстро находить нужный товар. Вот, например, смарт-часы. Цены приятные. Сейчас выберу самый выгодный вариант и надо брать. За удобным шопингом заходите и вы на Е-каталог. Ссылка в описании. А я продолжаю свое путешествие по Гербу Сейшельских островов. Здесь есть эротическое чудо природы – морской кокос Коко де Мер. Чтобы увидеть этот необычный национальный символ, миллионер должен перелететь с одного райского острова на другой. С острова Силуэт на остров Праслен. На Праслене сразу понимаешь, что ты на родине эротических орехов. Мать моя сейшейская чаровница. Поклон вашим формам. Собственно, вот он, коренной житель Сейшелы – один из главных символов островов Коко де Мер. Пальмы Коко де Мер растут и в других тропических местах планеты. Но плодоносить могут только на двух сейшейских островах – Курьез и Праслен. Причем плод кокоса созревает на дереве целых семь лет. Из-за такой редкости цены на морской кокос взлетели выше этой пальмы. Тяжело и даже почти невозможно поверить, что один такой орех стоит в среднем 500 долларов. И кто-то же их покупает и везет домой как сувенир. Минутка с кокосоведом. А знаете, чем еще уникальны эти плоды? Не бывает двух одинаковых Коко де Мер. Это как отпечатки пальцев. Ким Кардашьян, Джей Ло, Микки Минаж, Анфиска. Ну вот что ему на тех сейшелах еще не хватает, спросите вы? А бойлер домой сам себя не купит. Тем более, если есть свободная минутка, почему бы не пошопиться? Сейчас подберем по параметрам. Вертикальный. До 50 литров. Защита от перегрева. Управление. Электронное. Показать. Ого, какие приятные цены. Осталось дело за малым. Сделать окончательный выбор и заказать доставку домой. И кстати, если зайду в личный кабинет, увижу предыдущий поиск. Сайт запоминает, какие бойлеры я уже посмотрел и не нужно тратить лишнее время на повторный поиск. Приеду, покупаюсь в теплой водичке. Почти как на сейшелах. Все детали шоппинга по ссылке в описании. Ну а пока водичка еще теплая и не дома. Через несколько минут мой мопед превратится в тыкву. Пришло время отдавать его обратно хозяину. Я так усердно старалась сэкономить деньги на сейшелах, что в итоге у меня осталось половина бюджета. И поэтому в завершении своего невероятного уикенда я хочу потратить эти деньги и устроить себе классный воеж. Классный воеж – это часовой круиз на лодке за 56 долларов. До того, как это произойдет, видимо, нужно еще подождать людей. Потому что все-таки это не моя личная лодка, она туристическая. И пока вся она не наберется, мы в дорогу не отправимся. На лодке туристов катают вокруг острова Майя. Если честно, то ничего сверхъестественного в этой прогулке нет. Вам интересно, за что тогда 56 долларов? Вот. Оказывается, у этой лодки есть прозрачное дно, откуда можно посмотреть и полюбоваться подводным миром. Смотри, как близко! Как много лет! Обалдеть! Эта стая рыб так и называлась – зебра. И они действительно похожи на зебры. Лодка проплывает прямо возле рифа, поэтому здесь можно посмотреть кино про подводный мир, где главные герои – это рыбки-зебры и рыбки-круглые летучие мыши. Ну вот эти огромные рыбы, они похожи на робота-убийцу. Такие как бы. Надеюсь, после этого момента вот здесь в центре композиции у пальмы появится красавица-мужчина с бутылкой. Время зарисовать меня для эскиза памятника было. Администрация, герб. Бутылку на Сейшелах ищите на острове Праслин в заповеднике Вале-де-Ме в 130 метрах от парковки. Делов-то. Как говорится «фенис корона опус». Люди, которые не учили в совершенстве латынь, как я, могут подумать, что это переводится «заканчивайся поскорее ковид». Но нет, это значит «конец делу венец». На первый взгляд Сейшелы – это закрытая вечеринка для богатых и знаменитых. Спросьте меня, пожалуйста, прям богатую жизнь. Куда пускают только по пригласительным с наперед оплаченным депозитом. А если у вас на счету есть пара миллионов, просто приезжайте сюда. Но если ты готов к приключениям, то даже со скромным бюджетом сможешь оказаться в числе избранных и прикоснуться к чуду света. Это целых два загона с живыми черепахами. Тим Кардашьян, Джей Ло, Микки Минаж, Анфиска. Это лучшее, что могло случиться. Вода здесь, конечно, нереального цвета. Цвета выкусима Альдивы. Обалдеть! Все мы когда-то вышли из воды, чтобы потом платить большие деньги, чтобы снова в нее вернуться. А? Утренняя философия. Жан Морода Сейшель Джуниор. Мое почтение. Анфиса. Будь приятно. Какое классное сейшельское имя. Ну, давай, спасибо, рассказывай. Но? Антох, я на таком чиле, на таком расслабоне. Я вот прям ассимилировалась, акклиматизировалась, ворвалась в местный вайб и стала как они. Я в кайфе. А как твои сейшелы? Роскошно. То есть разговаривать не хочешь? Лень. Отлично. Вот так бы весь сезон, возможно, бы спасли. Слушай, у меня же к тебе, кстати, есть подарок. Ты такой заряженный. Ну, так и все. Ты же не знаешь, что я тебе подарю. О! О! Мотивация есть, куда стремиться, Анфис. Я смотрел, вы фоткиваете журналы. Это этот. Ну все, до встречи на следующем чуде света, она выучит к тому времени. Коко Шанель, Коко Шанель. Ты, кстати, знала, что человек и звезда на 80% состоят из одного и того же. То есть тебе осталось где-то 20% до звезды.